здрасте да хорошо мы сейчас уйдем жизнь боль только кузов не помни вася прекрасный объект недвижимости это коммунал волшебная техника монтажа нас предупреждали что здесь очень строгий владельцы сж названием этой электронной секты в москве мы снимаем места где жидомасоны или рептилоидов по кайфу малиновое вино или какого-то цвета не знаю привет всем с вами как всегда гид павел перец главная задача экскурсантов не потерять гида главная задача гида чтобы его не потеряли экскурсанты вот в таком виде меня экскурсанты никогда не теряют сегодня вам предстоит увлекательный тур по дворам петербурга причем вас будет пару сюрпризов один из которых вот прямо сейчас состоится мы с вами находимся на набережной реки фонтанки напротив так называемого толстовского дома который мы сегодня будем очень много и подробно говорить и если мы сейчас будем переходить дорогу и развернемся я сегодня с рюкзачком то вот здесь как раз будет такая панорамка где режиссер маслеников и актер соломин дефилируют чтобы снять фильм зимняя вишня 2 мы сами заходимся вот в этот вот это не подъезд это парадная нельзя только пешком а много есть вообще на велосипедах то катаются но мы находимся с вами именно в парадном подъезде на то есть вот то кто как он раньше выглядел здесь были швейцары которые намывали специальным маслом витражи они затапливали камин соответственно здесь были ковровые дорожки толстовский дом был построен по проекту федора лидваля я вот тут спрашивал вас заходим как произносится фамилия лидваль или лидваль на самом деле вот искусствовед кириков один из ведущих искусствоведов города санкт-петербурга произносит фамилию с ударением на первый слог лидваль ну я в общем-то готов ему поверить федор лидваль больше был швед у него папа такую сделал карьеру он был такой self-made man он пришел реально с одним ранцем с плечами из швеции было нищий и по дороге зашел на ко мне финскому поэту руненбергу и тут подарил ему серебряные рубли и вот с этим серебряным рулем и с ранцем он зашел сюда в петербург и здесь он начал делать карьеру как я сейчас расскажу дальше а мы с вами заходим на самом деле в уникальный объект эта квартира квартира которая раньше была коммунальная и одна из моих подписчик зрительниц она ее выкупила отличное покрытие это для искусственного гольфа или для я даже не знаю чего но здесь у нас видите такая арт атмосфера но квартиры эти на самом деле были крайне востребованы для прелегированного класса населения да да тут у нас можно принять ванну пожалуйста выпить чашечку кофе у меня такая у меня примерно такая же атмосфера была вот в моей квартире доме старых процентов у меня вся квартира наверно какая это комната я к сожалению не олигарх это я так и понимаю для да ну в общем арт-пространство мы можем подойти на самом деле посмотреть на вид из окна вот ради такого вида собственно люди платят дополнительные деньги вот у меня не было денег чтобы купить квартиру с видом на греканов грибоедово поэтому я всегда белой завистью завидую тем кто может себе это позволить но я купил стресский с видом на залив чему безусловно рад это это от предыдущих до владельца осталось дон понят да да а велерой бог вот мой бог велерой бог боже мой вот я в москве показываю метлакс кую плитку я по я здесь есть здесь есть метлакс к шикардос от мира мир и лиц есть у нас в высшей школы экономики там сохранилась прямо надпись мир мир и лиц метловская плитка они изготовляли кстати родные все воздуховоды а вот ведь а вы говорите лидваль вот как вот сколько сколько людей столько мнений я только что сказал что например искусствует кириков говорит лидваль а я не знаю как правильно нет это не претензии ты на самом деле типа дискуссия лидваль да понятно да тут все интересно ложечки мою жестянка родная вы посмотреть вот это родная жестянка это прямо видно невооруженным глазом вы же конечно же это снесете замените красивым металлопластиком или таким знаете вы же не будете поступать окна обязательно замените на такие белые да вот чтобы ну чтоб красиво чтобы это я вам специально приготовить приготовила это переписка я думал о этом вам подарок мне рояль мало мне мало мне пианино дома я еще рояль беккер беккер друзья мои вот у меня выйдет путеводитель по нескому проспекту я там буду рассказывать немножечко про эту фабрику потому что и представительство было на углу нескому проспекта и этого и господисадовой улице и у них был конкурент в городе то есть было две фирмы тут надо пояснить что это мы сейчас избалованы вот у нас синтезаторы и прочее а раньше ведь кроме этого ничего не было причем нужен был именно рояль то есть как бы пианино это ну как бы не камильфо а нужно было именно рояль прикиньте вот сюда за запаски то есть его надо было здесь все перевернуть снять с ножки снять ножки перевернуть занести и поставить груши вот я как раз тут делал какой-то выпуск а то что было сделано из груши тоже господи инструмент какой-то для великой княгини просто очень надежный материал просто не к столяр я просто никогда с груши не работал на красота да ну слушайте лучше 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 сделать опять-таки такие я вам рекомендую выкинуть и купить в икеи очень красивые такие знаете белые стеллажи и очень стильно смотрим на фоне пластиковых перегородок будет очень стильно круто смотреться когда люди жалуются друг на друга и тут видно в общем совершенно расслоение общества есть от света они не которые говорят на иностранных языках они владеют а куда они эти письма друг другу пишут или и это называется домом да это дом никакой не дом или давно уже стерта в условиях нашей жизни советских людей ой боже что мой а вот исполнительный комитет отвечает обследование взаимоотношений жильцов обследование взаимоотношений жильцов квартира номер 563 установлено что эти взаимоотношения носят склочный характер и серьезных причин для этого нет после проведения беседы с жильцами квартиры есть основания считать что отношения жильцов друг другу должны измениться к лучшему исполнительный комитет кубежского районного совета депутатов трудящихся в настоящее время не считает нужным целесообразным ставить вопрос обозначение другого кварт уполномоченного то есть здесь был квартиру полномочен это бывшая коммуналка соответственно в коммуналках была действительно такая должность кварту полномоченной но это как бы еще такой софт я все мечтаю на левашовский вас водить вот там коммуналка такой old school как бы здесь я жил в коммуналке мне расскажу что там были эти битвы на швабрах бабки там в коридорах там обалдеть да ну вот она советское бытие на самом деле в полной мере здесь отображено в письмах вы это не выкидывайте пожалуйста это 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 все будет увозиться черевички сушите спросите на самом деле вот за эти бумажки если как бы не продаются рояль в таком состоянии нафиг не нужен его отреставрировать будет полцены что как бы купить хотя конечно у меня вот у знакомый который я жил не очень он настройщик рояль профессиональных может быть со мной поспорил бы но огонь пойдемте дальше это осталось то что то что осталось то что никому пригодилось но это тоже роднюсенькая да а теперь смотрим под ноги аккуратно да особенно это касается оператора оператор смотри под ноги и береги свои ножки исторический сборник между прочим мы очень вот я буквально на угад мы очень недостаточно знаем социалистическую структуру польско-украинского еврейства рассматриваемого периода все адмирал ел лишь по учебник английского языка для начальной школы 1935 год ну-ка на каких примерах хелс и амстрон вы замеры сон вы пас и пас и пас то есть здоровый и в даром теле здоровый дух ведь так у пионер на трубе играет в общем все как надо огонь вот даст дека оператив сал что продает кооператив у контрол с блоков кооператив кто контролирует работа кооператива в эндикиме к коллектив фото даст дốiфон спикер да очень очень круто вот пожалуйста то что и да 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 вот всегда вот еще раз вам показываю почему дома горели прекрасно вот она Драночка здесь. И вот можно заснять этот замечательный потолок. То есть, когда зажигательная бомба падает на крышу, то, соответственно, вот оно вот так вот все и полыхает. И мне тут скинули одну статью. Я об этом не знал, на самом деле. Я хочу этот вопрос изучить. В Ленинграде был разработан специальный состав, которым промазывали все крыши. И мы сейчас спустимся, когда я вам покажу фотографию во дворе этого дома, где жительницы этого дома насыпают песок в ведра, которые они заносили на крышу для того, чтобы как раз гасить эти зажигательные бомбы. Туалет, да, огонь. Но лучше такой, чем никакой. Балет. Обратите внимание на этот. Здесь, видите, эволюция всех. Вот здесь с ятями, а здесь вот там статистическая правда. Объявление. Лечебница какая-то рекламируется. Дача особняк. А, там у нас еще даже есть некое продолжение. И это все одна квартира. А здесь есть-ка выход на черное лестнице-то? А, ага. Вот это буфетное, вот это холодное. Ну, хватит. Вот, да, здесь хранили. Оригинальное. Оригинальное, да. Смотрите-ка. Действительно, видите, вентиляция. Окно вентиляции. Горбунов. Ну, потом-то да. Каждое принадлежало одному из. Обувь Моисей. Это тоже оригинальное. Это дверка. Дверка оригинальная. Батюшки мои! Я заклинаю вас, не выкидывайте. Единственное, что я выкидываю. Блядь. Простите за мою манцессу скидли. А у вас есть кто-нибудь? Да куда это? Приемлемое целое. Слушайте, ребятки, вот, пожалуйста, я могу объявить. То есть, если хотите, чтобы сохранить это, отреставрировать, это за приемлемую цену. Потому что это, конечно, ну, сейчас оно... Басники почти все сохранили. Обалдеть. О, секите клейма. Прозолинк. Подставка только с одной стороны. Р, Р, Розолинк. Вот, господи, Прозолинк. Я уже по-гнему начинаю читать. Задвижки, видите? То есть, это все действующее. Ну, я имею в виду... Сейчас все прочистили, видите? Все работает. Все работает. Вот, видите, очень модернизированный как бы заслон. Нет, 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 только вода. Все-все-все хорошо. Все-все хорошо. Слушайте. В окне будете выглядывать туда, которая черная. Попробуем. Нет, с правой стороны. Смотри, там свет в конце тоннеля. Ох, тебе тут будет хорошо. Это ее часть. Я четыре года занимался хореографией, но это было давно и неправда. Даже выступал, даже ездил на гастроли в Минск со своим ансамблем. Вот провода, смотрите, идут. Советская система. Сейчас очень часто в некоторых кафе, типа, такая стилизация. На самом деле, это не экономит на нормальной проводке и пускают ее по поверху. Но выглядит, конечно, очень стильно, круто. Здесь раковина была. Шикарно, божечки. Да, была раковина. И вот здесь вот это вот Зощенко. Почитайте рассказы Зощенко про эти коммуналки. Вот тут вот кирогазы. Вот это вот все. Вот остатка для этого, для самовара. Да, у самовара. Я и моя Маша. А, вот это метлакская плитка, которую я обещала. Ага, вот она. Она раненщенькая тоже. Видите, в каком прекрасном, красивом состоянии. А вот это вот оригинальный Ледвалевский, единственный сохранившийся дубовый пакет. Да, тут очень прокурено. И вот она, вот она, черная лестница, видите? То есть вот отсюда заходил весь этот плебс, чтобы не светить своими рылами перед господами. Вот там вот был у плебса грузовой лифт. Здесь вот, нифига себе, был грузовой лифт у плебса. Вот, вот, ну вот, видите? Вот видите, как красиво, когда металлопластиковые окна стоят. Ведь другое совсем дело. Не то, что это отвратительное деревянное перекрытие. Туалет для плебса. А, даже свой собственный туалет для плебса. Обалдеть. Обалдеть. Вот. То есть на самом деле конфигурация примерно как вот... Я тут поеду в Нижний Новгород. И мне там Катя, которая меня приглашает, говорит, ну вы жите у меня в квартире. Я говорю, да, Катя, мне надо-то, господи, этот матрас и душ. Он говорит, у меня два душа. Я говорю, я все понял. Я все понял. Ну вот, друзья мои. Поблагодарим мою, значит, замечательную зрительницу, подписчицу и так далее. Вот тут даже есть средства от коронавируса, смотрите. Можно воспользоваться. Это как бы первый сюрприз, который я вам обещал. И честно говоря, я сам, конечно, с большим... О, вот, видите, задвижки какие, сейчас старые. Все работает. Да, все работает. Все работает, все делается. Конечно, дешевле это все нахрен вынести и поставить сюда металлопластик. Откуда вы знаете? Ну, я знаю, потому что я с этим сталкивался. Только что перед вами вышел человек, который будет восстанавливать. Восстанавливать. Но я бы все-таки, конечно, ратовал за то, чтобы это все восстанавливать. Потому что это... Потом нас... Я знаю историю, когда люди делали, они меняли металлопластиковые окна, и потом они кусали локти. Когда они выясняли, что оказывается, это вообще вот просто тут уж... Вот у него соседа, вот у него так, а у него и так, и все. А вот, ну, 50 лет мозгов нет, да? То есть, что тут сказать. Так мы ценим нашу собственную родную историю, но, слава богу, находятся люди, которые ее сохраняют. Может быть, когда-нибудь, когда здесь уже все зацветет и запахнет, лет через 15. Когда нет. Смотрите, какая прелесть, а? Это все, ребята, коммуналочки. Если вы не жили в коммуналочках, вы этого ничего не поймете. А я вот на это все смотрю и все это прекрасно понимаю. Я еще хотела сказать, что особенность этого дома, мы, понятно, что его строили как доходный дом, и он как лего, да, его сосредоединяет. Можно соединить сразу несколько квартир. Вот, вы видите, да? Можно было сделать инфиладу огромную вот такую. То есть, если тебе не хватает 220, вот у нас есть тысяча квадратных метров соединенной, это именно предусмотрено ледварино. Такая ступенчатость. Ох, ну ладно. Большое вам спасибо. Процветайте. Да, нам есть куда стремиться. Мы тоже хотим такую квартиру. Все, мы вас покидаем. Большое спасибо. Спасибо огромное. Будет раз и будет. Я очень хотела. Я ее купила после того, как сходила на экскурсию. Какой? Я заболела, колотила, Леонид вел, я не могла ни спать, ни есть, и все. И вот я мужа, в общем, сподвигнула, он мне подарил ее на серебряную свадьбу. Ну, это вот результат экскурсии. Я к тому, что... Ходите на экскурсии, ребятки. Спасибо большое. Мы сейчас с вами будем выходить и заходить во двор этого дома. У меня есть специальный пас для него. Мне подарили его тоже на одной из экскурсий. Я посмотрю, сколько сейчас времени, потому что у нас один из сюрпризов будет ждать. Я сейчас напишу этому сюрпризу, что мы задерживаемся буквально минут на 20. Да, сними панорамку. Ну, я не знаю, как вы, я, конечно, впечатлен. На самом деле, это огонь, вода и медные трубы. Вот я пишу, что мы будем через... Ну, напишем, что через 15 минут. Я думаю, что у нас примерно столько займет проход по Толстовскому дому, окрестности, и когда мы выйдем отсюда. Вот они, эти камины родные, видите, клейма, механический завод связи. Теперь мы заходим во двор этого дома. Продолжение следует... Продолжение следует... Да? Об этом мы в явлении находим. Нас предупреждали, что здесь очень строгий владелец ТСЖ. Ну, хорошо, ладно, мы сейчас выйдем. Спасибо большое. Ну, друзья мои, тогда мы сейчас немножко изменим план. Неожиданно, правда? Это называется волшебная техника монтажа. Тут два момента нужно отметить. Во-первых, такой бывает, потерся звук. Кстати, я хочу, вот если специалисты смотрят, вот эти штуки, у меня-то большая, вообще-то есть еще, да, но вот эти штуки, они универсальны, ими пользуются все. У меня их несколько было, сейчас осталась одна. Так вот, факт в том, что вдруг, откуда ни возьмись, посередине записи звук начал уходить на фейт и исчез. То есть, как бы файл сам остался, а звука нет. Я такое, честно говоря, встречаю в первый раз в своей практике. Ну, то есть, всякое бывало, разное, разные факапы, но такое я, с таким я не виделся. И более того, я спросил еще у ряда своих коллег, которые с этими маленькими зумчиками работают, они точно так же сказали, что они не в курсе. Поэтому, если вы вдруг знаете, что это за такое, то, и он сейчас работает, но не пишет. Поскольку у меня есть второй, я пока использую второй. Это так, к слову. Второй номер заключается в том, что дом, в котором мы находимся, это Толстовский дом по проекту Федора Лидвеля. Мне тут очень круто сказали, что если мы говорим про шведского архитектора, то это Лидвель, если мы говорим про русского архитектора, то это Лидвель. Ну, кстати, логично. У него есть председатель ТСЖ. И председатель ТСЖ всячески не рекомендует заниматься здесь всякими видеосъемками, потому что он сам водит экскурсии и всячески на этом деньги зарабатывает. Мы не против, естественно, каждый волен. Но, тем не менее, вот нас в прошлый раз погнали. Сейчас мы пойдем сначала по внутреннему двору, потом выйдем в главный. Может быть, нас и в этот раз погонят, я не знаю. И именно по этой причине, чтобы там, ну, видать, не знаю, по какой, по этой линии, еще по какой-то замечательная хозяйка, еще не сказал, конспиративной квартиры, да, коммунальной, которая нас приютила и показала этот замечательный быт, она попросила убрать ее лицо из кадра, чем мы и занимались, да, плодотворно в программе After Effects. Поэтому, друзья мои, я уверен, что вы уже там наверняка написали комментарий, а что это у нее лицо замазано, вот потому что. Значит, Толстовский дом. Сейчас у вас здесь возникнут, ну, то есть, на самом деле, съемка производилась в ту сторону, в данном случае это неважно. Возникнут две фотографии, которые происходили здесь во время Великой Отечественной войны. Значит, первая фотография будет вам показывать засыпку песка в ведра. Дело в том, что я об этом, ну, я постоянно об этом говорю на экскурсиях, но, возможно, я не говорил на своем виде экскурсии, на все балконы и балконы-чердаки заносили песок перед, собственно, самым замесом блокадным, для того, чтобы тушить зажигательные бомбы. И этим занимались, действительно, в каждом дворе. И, собственно, вот одна из блокадниц мне даже рассказала, как она в маминых, я сказал, что в колготках, а, да, я говорил об этом, и меня поправили, что в чулках, потому что тогда еще в Советском Союзе колготок не было. И я хочу обратить ваше внимание на это здание, оно жилое, но посмотрите, мы такую же ситуацию встретим, если мы до туда дойдем, на задворках дворца великого князя Алексея Александровича, князя Цусимского, да, семь подухов густейшего мяса, видите вот эти вот замечательные реликты. Это говорит о том, что то, где сейчас живут люди, раньше там жили лошади. То есть это на самом деле подсобное помещение, предназначенное для экипажей, но поскольку квадратный метр стоит дорого, то, естественно, их переделали в дальнейшем. И вторая фотография, которая здесь выскочит, это тренировка уже надевания противогаза. Этим тоже занимались, ну, этим активно занимались и до войны, вот, возможно, во время одной из видеоэкскурсий нам попадется знак Осови Ахим, который висит на каком-нибудь доме. У нас их сохранилось достаточно большое количество. В Москве даже люди некоторые заморочились и придали им изначальный цвет. А Толстовский дом, куда мы сейчас будем выходить с вами, он был одним из самых блатных домов той эпохи. И здесь жило несколько потрясающих персонажей, о которых я бы вам сейчас пару слов сказал. Ну, например, здесь жил Аркадий Аверченко. Аркадий Аверченко – это, если говорить опять-таки, вот я, когда провожу какие-то сравнения, это не значит, что я провожу сравнения по части творческой направленности, или таланта, или отсутствия оного. Я провожу по части медийного веса. Аркадий Аверченко – это такая, знаете, помесь Урганта и Шнурова. То есть это человек, которого называли «Король смеха». Реально, у него был такой вот титул неофициальный. Он издавал мощнейшую газету «Сатирикон», которая была одним из самых популярных изданий того времени. В этом «Сатириконе» была, естественно, масса сатиры. Но прикол заключается в том, что, естественно, эта газета была оппозиционная. И один раз даже Николай II пригласил Аверченко на прием, но тот отказался, потому что он вообще называл царский режим страшной романовской харей. Надо ли говорить, что когда в 1917 году к власти пришли большевики и прикрыли все оппозиционные здания. Аверченко уехал сначала на юг, потом он в Праге окончил свои дни в довольно комфортных условиях. И он выпустил книгу под названием «Дюжина ножей в спину революции». Это была абсолютно антиреволюционная книга. И я вот, собственно, и в своих видео, и в своем путеводителе по Невскому проспекту, потому что изначально редакция «Сдерикон» находилась на Невском 7-9, где сейчас дом Бабельберга располагается. Я всегда задаю вопрос, вот можно ли с помощью бумаги сквернуть власть? На самом деле можно, по крайней мере, посодействовать этому точно можно. Мы с вами проходим через дворы очередные наши. Вот здесь у нас перспективка. То есть ведь, как правило, на самом деле, когда вводят экскурсии здесь, то показывают самый главный двор. Он, собственно, наиболее привлекательный, лидвелевский. И мы сейчас сюда выходим. Вот, обратите внимание, какая там перспектива открывается. Помимо всего прочего, здесь жили еще разные люди. Ну, например, я сейчас даже, знаете, шпаргалочку открою, чтобы мне никого не забыть. Они у меня выписаны. А, ну вот, например, господин Адронников. Прекрасный человек. Его отсюда в 16-м году выселила владелица дома, Толстая, потому что ей не понравились гости, которые сюда ходили. Он вообще Адронников через Распутина пытался влиять на государственную политику. Потом его за подозрение в шпионаж в пользу Германии выслали в какой-то региональный город. И потом он вернулся и мудрился вступить в члены чрезвычайной комиссии. Он занимался тем, что курировал денежные потоки в Кронштадте. То есть те, кто эмигрировали, они могли откупиться. И он был, соответственно, пойман с поличным на взятки, по-моему, в 2 миллиона рублей, которую ему давал Сандро, Александр Михайлович со своей супругой Ксенией. И, собственно, вот вылетел. Но зацените, какой человек. Причем накрыл его на этом деле Бокий. Но Бокий, к сожалению, закончил свои дни тоже понятно где. Я не помню. Скорее всего, в 1937 году. Вот здесь у нас очередной двор Курдонер. Сейчас мы к нему подойдем, потому что я вам хочу показать замечательную фотографию, связанную с историей петербургской рок-музыки. Это группа НОМ, неформальное объединение молодежи. Это одни из таких самых, на мой взгляд, величайших абсурдистов-абстракционистов. Наследники всего на Белом Свете. От дадаизма до абориутов. И финноват Минц. Возможно, у меня, кстати, будет экскурсия от дома, где жил Хармс. И вот, собственно, прямо здесь они будут стоять. Здесь угадывается надпись 1912 год. Это год постройки данного дома. Тогда еще здесь можно было спокойно фотографировать. И никакой председатель ТСЖ вам в этом не мог не помешать. Сергей Ильич Виттый говорил про Андронникова. Одно понятно, что это дряная личность. Но, тем не менее, представляете, дряная личность так сделала. Вот к нам идет охранник. Сейчас он нам скажет, что не надо, нельзя, нельзя. Здравствуйте. Да, хорошо, мы сейчас уйдем. Не будем. И еще, если смотреть уже на эту арку, то здесь у вас возникнет фотография с прекраснейшим Михаилом Боярским, который стоит в тот момент, когда, опять-таки, здесь еще можно было проводить съемку. Еще одним из жителей данного дома был Василий Князев, он же Василий Седых. Это уникальнейший персонаж. Его отсюда тоже выселили, но несколько по иным причинам, чем господина Андронникова. Василий Князев писал стихи следующего содержания. Я вам сейчас некоторые зачитаю. Зачитаю. Например. Вновь враги направляют удары в стан апостолов красных идей. Берегите вождей, коммунары, берегите вождей. Это известный гимн коммунаров. То есть идет некая перекличка с Britain's Never Be Slaves, британским гимном. Или вот, например. Мы залпами вызов их встретим к стене богатеев и бар. И градом свинцовым ответим на каждый их подлый удар. Довольно миндальничать с ними. Пора бескровить врага. Топите в удушливом дыме враждебные нам берега. Клянемся на трупе холодном, свой грозный свершив приговор. Отмщение злодеям народным. Да здравствует красный террор. Ну, как вам такое? Ну, то есть он был один из пропагандистов новой эпохи. У меня был отдельный выпуск по этой на страже террора. Если интересно, загуглите. Я там привожу еще ряд примеров замечательных. И вот вам отрывок из... А, вот еще, кстати, хотел обратить ваше внимание на... Нас не сломит нужда, не согнется с нас беда. А, это я уже читал. Что же я хотел-то? Вот. В сеной с 19 на 20 марта 1937 года у князя вошел обыск. Изъяты книги, бумаги и письма, рукописи черновики. Квартира опечатана. Преступник заключен в 36-ю камеру 4-го деления тюрьмы номер 2. 1937 год. Вот человек, который писал, будь ты проклята, культура буржуазных пауков. Это, ну, явно про меня, потому что я однозначно буржуазный паук. Закончил свои дни вот таким вот образом. Мы сейчас с вами проходим через очередные дворы. На улице Рюбленштейна кипит жизнь. Если на самом деле вы помните, мы на самом деле уже были на ней, только вот там, дальше. Мы проходили через дворы, когда я рассказывал вам про Достоевского. Сюда. И, собственно, мы начинали от Владимирской церкви и у нее же заканчивали. И мы сейчас к ней выйдем. То есть это как бы, ну, получается у нас такая цикл. Это, я считаю, прекрасно. Ну вот давай пролезем, Вася. Вася, Вася, только аккуратно. Вася, только кузов не помни. И Вася, ну или Петя, если, чтобы Вася не... Ну или Паша, пожалуйста, мне не жалко. В Толстовском доме, кстати, жил еще господин Маневич. Это человек Михаил Маневич, который был застрелен в августе, по-моему, 97-го года на углу Рубинштейна и Невского проспекта. И там даже висит мемориальная доска. Можно отдельно как-нибудь об этом сделать сюжет. Это вот такой проходной двор в самом прямом смысле этого слова. Потому что он идет от станции метро Достоевская, на месте которой раньше был замечательный маленький домик. Мы его сейчас увидим на разных фотографиях. И вот смотрите, какая там перспективка возникает. Сквозь вот эти наикрасивейшие вещи поступает Владимирская церковь. Вы что-то хотели? Это он, Павел Перец. Павел Перец, это я. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А вы откуда? Мы только что познакомились, тут на улице. И я сейчас смотрю, Жене говорю, вот я знаю этого. А вы откуда? Это Павел Перец, я из Сербии. А, вы из Сербии? Ну, братко. Да. Братко, ну, спасибо. Очень интересное видео, я смотрю, там ваш подписчик. Да, спасибо. Смотрите дальше. Мы снимаем очередное видео. Да, хорошо. Вот мир такой. Давай. Да? Сюда уезжай. Да. И такие люди бывают. Ходил я довольно часто в ресторан с сербской кухней в Москве. Вот за что я люблю Питер, это вот за такие экзистенциальные надписи. Что они обозначают? Это каждый из вас должен домыслить сам. Потому что нанесены они, мне кажется, совершенно по другой причине. Жил в этом доме Толстовском и господин Киселев, продюсер землян, и господин Кехман. Ну, вот расскажу я сейчас вам пару слов про господина Кехмана. Значит, меня попросили продолжить эту тему. Значит, Кехман, владелец компании GFC, в какой-то момент стал директором Михайловского театра. Ну, понимаете, это как вот в дореволюционное время купец стал бы директором императорского театра. Михайловский театр – это императорский театр. Естественно, Кехмана распирала. Я тогда работал главным редактором журнала, который сдавался в аэропорту Пулково. И меня попросили сверху, он, видать, там был чей-то кореш, взять у него интервью. Поскольку дело было ответственное, то я поехал сам. Я не стал посылать никакого журналиста. Я приехал туда, прямо в Михайловский театр, мы поговорили, Кехмана прямо перла. Я видел, что его прет, вот он дорвался. Все. И я ухожу, и вот, вы знаете, у каждого журналиста бывает такая история. У меня она была один-единственный раз. И она была с Кехманом. У меня потерся звук на диктофоне. Но обычно, когда ты делаешь... Давай, разумеряйся, чтобы с видом на церковь рассказывать. Обычно, когда ты делаешь интервью, ты потом по памяти можешь восстановить, что ты делал. Но у Кехмана был такой набор каких-то, я не знаю чего, что я не вспомнил ни одной фразы. Тогда я взял все его пресс-релизы, перелопатил, сделал интервью, заслал на согласование, что-то там вспомнил. И пиарщица сказала, что интервью отвратительное, что Кехман такого не говорил. Он подчеркнул те фразы, которые я взял из пресс-релизов, где его цитаты. То есть его цитаты он подчеркнул, как он этого не говорил. Но в итоге как-то мы более-менее согласовали на это интервью. И потом иду я по городу, и, значит, афиша какого-то, какой-то оперы, я очень жалею, что это не судорофирует. И там, по центру этой оперы, стоит Кехман в килте, в шотландской юбке. То есть директор театра стоит на афише. И тут я подумал, что что-то, по-моему, крыштяку парня съехал окончательно. Хотя, опять-таки, он очень многое сделал для Михайловского театра. Он действительно туда вложил массу, кучу своих денег, личных. Ну и вот и прогорел на этом. Владимирский собор. Есть замечательные заметки Лейкина. Он был из купеческой среды, и он писал вообще про атмосферу огородов, которые тянутся вот туда, к нынешней улице Марата, как они ходили, их там угощали всякими фруктами, продуктами, произраставшими, типа морковкой, резидой. Резидой-то я загнул, морковкой, капустой и так далее. А также он описывал атмосферу, которая была здесь, у Владимирской церкви. Мы сейчас недодолго все зайдем просто. И он говорил, что здесь была куча нищих. И эти нищие, на самом деле, там, про одного говорили, что он выдал замуж дочь и дал богатое преданное. Про другую говорили, что она оставила наследство. Но, тем не менее, все равно давали деньги некоторым, да? А если давали мало денег, то вас могли там оскорбить, плюнуть. И тем самым они как бы нарабатывали свой авторитет. То есть, потому что их считали заерозивыми. Но это было в начале 18 века, потом эта тема закончилась. Для чего я вас сюда веду? Для того, чтобы показать здесь несколько фотографий. Вы помните, что в прошлый раз мы начинали здесь? У меня сын скрипач, я изнасиловал скрипкой, поэтому возникнет фотография, показывающая ларьки, которые стоят в створе этой улицы. Она тогда была не пешеходной, она тогда была, ну, в смысле, съездили автомобили по обеим сторонам. Потом это изменилось и вот расширилось по такой, по московской, по Собянинской схеме. Вот. Когда строили это метро, оно должно было называться не Владимирской, а метро площадь Нахемсона, потому что мы с вами находимся на площади Семена Нахемсона. Это человек, который вознесся на волне вот 17-го года, когда можно было сделать карьеру моментальную, и в этом как бы прелесть революции, потому что моментальный социальный лифт. Его убили в Ярославле, и, соответственно, что, пойдем вот сюда выйдем, что, соответственно, площадь, что проспект, они носили название Нахемсона. Это, кстати, как-то очень быстро забылось на самом деле. Вот это вот шедевр стиля стаканизм, да, или как уж я его не знаю назвать. На этом месте когда-то стоял дом, и вот если мы встанем вот на эту точку и посмотрим вот туда, вот на этот дом, изгибающийся, желтенький, то здесь сейчас возникнет две фотографии. Одна совершенно потрясающая, где идут дети в блокадном Ленинграде, их ведет, воспитательница, видать. И вторая – это рынок. Причем, если мы переведем ракурс вот в ту сторону, то здесь возникнет еще одна, вот туда. Возникнет еще одна фотография уже с перспективой этого, значит, проспекта и тот же рынок. И вот на этих фотографиях вы как раз можете заметить дом, который раньше стоял на месте, соответственно, вот этого наикрасивейшего, на элегантнейшего, наипрекраснейшего здания. И печальная участь должна была постигнуть и вот это здание, желтенькое, да. Тут сейчас будет такая фотография, здесь жил Дельвик. Дело в том, что… Да, Дельвик действительно жил. Я вот вчера водил экскурсию по Васильевскому острову, там по проходным дворам. Мы, кстати, сделаем там обязательно маршрут, потому что там есть двор под названием Кишка. Давай здесь пока встанем и светофора дождемся. А, так мы даже на самом деле пойдем потом по этой стороне и там перебежим. Там двор Кишка, где Данила Багров переодевался после того, как он с арбузом там вышагивал. И я рассказал, что немцы, немцы, немцы жили на Васильевском острове. Вот Дельвик, да, например, немецкая фамилия, да. И он действительно здесь жил. И именно сюда к нему ухаживали и Пушкин, и даже Когуль к нему сюда приходил на поклон и поразился, насколько Дельвик благодушный, насколько он добротзывчивый. Дельвик был такой тучный, ленивый. Он был в первом выпуске лицейском. И, в принципе, эта фамилия вам, наверное, сейчас ничего не скажет, если бы не основание литературной газеты, это его заслуга, это газета, которая гремела в советские времена и даже чуть-чуть в постсоветские. А самое главное, роман Соловей. Соловей мы Соловей, голосистый Соловей, который был положен, пойдем, на музыку Алябьева. Вот это, соответственно, стихи Дельвига. И он умер еще до смерти Пушкина. И Пушкин писал, что ближе Дельвига у меня никого не было. И вот этот факт, факт того, что здесь жил Дельвиг, он этот дом спас. Там вот висит мемориальная доска серенькая. И хорошо, что она серенькая, потому что она на желтом фоне очень хорошо читается. А должны были уже сносить, на самом деле. И были здесь, ну, не манифестации, демонстрации в защиту, соответственно, этого дома. Но вот он благодаря этому выжил. Зато за ним взвышается вот это вот серое не пойми что. Но хочу сказать, что, конечно, Петербургу повезло, в отличие от Москвы. У нас такого говна гораздо меньше, чем столица нашей Родины, где прям вот... Что на Арбатской площади, что на углу, соответственно, Кузнецкого моста и чего там. Петровки или Дмитровки такое. Здание-то, где раньше был дом Дежиланенков. Ну, сами погуглите. Значит, почему мы идем сюда? Потому что, опять-таки, я хочу вам показать одну фотографию уже с этой точки. Которая показывает, собственно, перспективу этой улицы. Там виден и дом Дельвига. И непосредственно тот дом, который был и за ним. Вот можно здесь встать. Я думаю, это примерно та точка. Вот здесь вот эта фотография сейчас возникнет, и вы ее увидите. Нам сейчас надо будет, нарушив все правила дорожного движения, перейти улицу. Ну, там красный свет. Мы этим воспользуемся. И перейдем. Мы с вами идем к подворью Коневского монастыря. Прежде чем мы о нем поговорим пару слов и нырнем туда, нам надо развернуться. Вот сейчас троллейбус едет. Дело в том, что в здании раньше помещалось представительство компании «Зингер». Штаб компании был построен по проекту Павла Ильича Сезора на углу Невского и канала «Грибоедов». Там сейчас дом книги и штаб-квартира ВКонтакте. Левый канал, чувак. Спасибо, спасибо. Я просто всем плачу. Всем приплачиваю, чтобы они ходили здесь и мне это говорили. Соответственно, я таким образом создаю себе хайп. На самом деле все обычно плюются и говорят, боже, какое... И, соответственно, вот здесь оно было. И вот есть одна фотография, и вторая фотография с рекламой этого продукта, швейных машинок, я имею в виду. И там можно угадать такую пасхальную открытку, где такая в кокошнике, в русском народном костюме, тетенька с швейной машинкой. Мы с вами ныряем вот сюда. Миллион раз вводишь и забываешь. Дело в том, что когда у нас потерлась запись, у нас, вот, кстати, видите, здесь можно делать такие артхаусные кадры типа жизнь, боль и все тлен, и все не вечно. Но мы не будем до конца разрушать эту божественную штукатурку. Кстати, видно на самом деле, сколько там слоев было нанесено. В прошлый раз я на самом деле встретил замечательную девушку Машу, потому что она поет всякие песенки под четырехструнную гитару. Это аромат любви. И вот здесь, соответственно, она эту песенку спела. Дети проходных дворов, группа кино. Поэтому сейчас будет такой волшебный монтаж. И она возникнет, и после этого мы, так сказать, продолжим. Более того, я там в кадре еще буду с таким фиолетовым эрокезом. Специально для вас. Только сегодня, только сейчас девушка Маша из Подмосковья споет что-то для нас. Неправильно. Ничего страшного. Мы сегодня что-то заплюем тебе, напишем комментарий типа Фу, фу, лох. Перец ее так представил, она даже играет. Во-первых, Маша Саунд. Начнем с этого. Маша Саунд. Да, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Я даже еще, сука, ставьте лайки. Вот это вот все. Пишите, какая, боже, Маша. Зачем тебе этот я-то лучше пишите, да? Блин, этого нельзя делать. Это надо делать. Мы не палимся. Все, собрались. Я знаю, что если ночь, должно быть темно, А если утро, должен быть свет, Так было всегда и будет много лет. И это закон. Дети проходных дворов знают, что это так. Я знаю, что если зима, должен быть снег, А если лето, должно быть солнце. Я это знаю, и об этом поймем, и это закон. Дети проходных дворов услышат меня. А-а-а-а-а-а, а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Есть два цвета, черный и белый. А есть оттенки, которых больше. Но нам нет никакого дела на тех, кто черный и кто белый. Дети проходных дворов найдем сами свой цвет Дети проходных дворов найдем сами свой цвет Огонь! Огонь! Ну просто видите, очень тема песня Проходные дворы, красивая девушка Педрила с гребнем от света У меня есть компания, мы с тобой Да-да-да, мы с тобой Маша, большое спасибо Спасибо, для приглашения Вы нам присылаете это все, мы демонтируем Конечно Значит ссылочка туда, Маша, объятия, поцелуи Спасибо Браво, Маша, браво Ссылка на Машу будет помещена На Машу Прости, Маша Хотелось пошутить, Маша, отдых Ссылка на Машин канал будет помещена в описании под этим видео Я хочу показать вам очередной тотем Вот этот вот Сюда нужно приходить и, соответственно, молиться тем, у кого бесплодие Либо тем, кто хочет сдать сессию Ну, либо тем, кто хочет завести свой канал И сразу 150 тысяч подписчиков Вот приходите, и если вы напишете мне лично То я за 18 тысяч рублей вышлю вам тайную молитву Благодаря которой нагоняются подписчики Но для этого вам надо будет прийти сюда И потереться определенными частями тела То есть от бесплодия одной частью Для сессии другой частью Вот такие здесь есть вещи Даже кто-то кушал недавно Чей-то обед Ну, бывает Вот, смотрите, междомовая щель А это даже, наверное, какой-нибудь коммуникацион тюб Как в фильме Асса Один из моих любимых элементов в этом дворе Это вот эта потрясающая конструкция Она красивая, технологичная Очень декоративная И самое главное, эффективная Я вот сколько здесь ввожу экскурсии Оно постоянно сюда сливается Вот так вот люди как бы вышли из положения А вот смотрите Убей, 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 убей Там, я не знаю, видит, нет Это, кстати, такая чисто американская уже у нас картина Там вот эти лестницы пожарные Ну, вы их видели во множестве фильмов Я же жил, на самом деле, в таких домах Вот, кстати, еще, видите, жизнь, тлен, боль и все такое Но это я не буду отколупывать Это уже большие куски Не хочу заниматься вандализмом Идем дальше Вот такой вот у нас здесь пролаз И здесь у нас будет уникальная ситуация Когда внутридворовый флигель Он действительно интересно оформлен Ой, ножички чистит Это архитектор Георгий Винтергальтер Не путайте его с Францем Винтергальтером Это был такой знаменитый художник Вот портрет Марии Александровны Я во время своих лекций показывал Жены Александра Второго За его авторством Нет, а это архитектор И вот по его проекту был построен Вот этот вот замечательный Ну, фактически отдельный дом-особняк Обычно, когда они внутри существуют То никто ни о чем не заморачивается А здесь вот заморачивались Сначала этот дом построил другой немецкий же архитектор Кеннель Это все к тому, что, видите, сколько немцев у нас На самом деле в городе было Я вам хочу показать место, где вы можете поселиться Если вам не хватит денег на квартиру То вам однозначно должно хватить денег на личный маленький домик Вот он здесь находится Правда, надо будет немножечко утрамбоваться Но я уверен, что у вас получится Вот Прекрасный объект недвижимости Но это не единственный объект недвижимости Который вы можете заиметь у нас в городе Дешевый, да, я имею в виду Сейчас я вам еще один покажу Мы выходим на улицу обратно Рубинштейна Названную так Вы не поверите в честь Антона Рубинштейна И о нем мы сегодня, кстати, поговорим еще пару раз И вот у нас очередной курдонер Я даже не буду вам напоминать, что это такое Вспоминайте А кто не помнит, смотрите мои предыдущие выпуски Этот дом Построенный, по-моему, по проекту архитектора Барышникова Да, кстати, вот если мы развернемся, мы посмотрим сюда Вот этот стиль, он как бы назывался по-разному Но кто-то его крестил нео-барокко Это вот второй половине 19 века Были крайне популярны такие вещи Так вот, этот дом, он знаменит, ну, прежде всего, конечно же, Сергеем Довлатовым И дело в том, что вот в соседнем доме в Толстовском Ну, не соседнем, а там через несколько домов Жил его приятель Евгений Рейн И у Довлатова есть отличные записные книжки И я специально выписал оттуда кое-какие Это, по сути, анекдоты Но анекдоты, например, связанные с Евгением Рейном Вот это памятник ему здесь Там, на самом деле, не видно Но вот, можно зайти там, Underwood Машинка печатная Пойдем зайдем Вот, очень хорошо стилизована, на самом деле, дверь в коммуналку Семь комнат было в квартире, где жил Довлатов У них было две комнаты в коммуналке Он, когда кому-то, какой-то девушке говорил Что, как его узнать, я похож на продавца Урюком на базаре Вот она Underwood Вообще, зацените вот время, понимаете Вот там, чтобы сейчас вот вы берете ноутбук, да И счастливы А люди таскали по две иногда пишущих машинки Вот Бродский очень страдал от этого Что ему надо с собой переть в отпуск машинку Так, идем дальше Я просто ищу, где у меня эти заметки Да, вот здесь И здесь еще есть у нас несколько, соответственно, объектов Нам интересно Ну, вот это вот, то, что люди рассматривают Это я показываю постоянно Это общественный мемориал вешает таблички репрессированных жителей Причем не факт, что, ну, то есть не всегда, что вот Это все, кто были репрессированы Обычно информация, которая доступна Здесь висит мемориальная доска Ой И вот за что я люблю За что я люблю Довлатова Точность – это великая сила Педантической точностью славились Зоченко, Блок, Заболоцкий При нашей единственной встрече Заболоцкий сказал мне Женя, знаете, чем я победил советскую власть? Я победил ее своей точностью Бродский перевел Это в том смысле, что просидел 16 лет от звонка до звонка И про Рейн у него там есть несколько баек Значит, первое, следующее Да, мы сейчас прервемся Вот Продали Ну, Леха, тебе придется напрячься и вырезать Мы же когда были, тут была будка Поршу, раз помнишь? Прикиньте, продали Тут была будка, на ней было написано Типа, продается Продали В общем, она тут год Год прямо Вы можете купить И жить здесь В маленькой хижине На берегу В самой Бурной реке Значит, первая байка с Евгением Рейнов связана следующее Время Вот, опять-таки, обратите внимание на эпоху У него было 400 грамм сервелата, колбасы и бутылка водки Он нашел, значит, в Москве какую-то женщину И женщина согласилась прийти к нему в гости на 400 грамм сервелата и бутылку водки Рейн сел ее ждать По дороге женщина встретила Вульфа и сказала Пойдем к Рейну У него есть 400 грамм сервелата и бутылка водки И когда Рейн увидел, что они подходят вместе Он успел сожрать колбасы и выпить эту водку, пока они поднимались в лифте Это, например, такая история Потом, значит, про какого-то пилота Про то, что он сидел и говорил Самолеты летают, ласточки попадают в сопла Падают самолеты, разбиваются люди Люди разбиваются Ласточки попадают в сопла Ирэн не выдержал, что люди разбиваются А ласточек, что не жалко А вот, друзья мои Вот название моей тоталитарной секты в Москве Вот отсюда, собственно, была взята надпись на футболке На моей одной из предыдущих экскурсий И поэтому, когда меня спрашивают, типа, а где можно такое прикупить Я все время стою в ступор Потому что, ну, мне вот сделали, как бы, просто члены моей секты И больше у меня такого нет У Игоря Ефимова была вечеринка Собралось 15 человек гостей Неожиданно в комнату зашла дочь Ефимова Семилетняя Лена Рейн сказал Вот кого мне жаль, так это Леночку Ей когда-нибудь нужно будет ухаживать за 15 могилами А вот, прекрасная, значит, история про Семена Ботвинника Ну, мы здесь ходим, в принципе, по таким замечательным местам Вы просто смотрите по сторонам, а я вам буду рассказывать Этот Семен Ботвинник пришел И сказал, что он познакомился с такой отзывчивой дамой И во время сексуальных утех не использовал противозаточные средства И потом процитировал написанные строки Адмиралтейская игла Сегодня дети без чехла На что Давлатов пишет Не подсознательное или это Так, здесь мы можем пойти вот туда Но мы пойдем вот сюда И вуаля у нас Вот, например, такая воздушная шахта Ведущая в бомбоубежище Видите, какая она большая, высокая Прямо труба Самая настоящая А вот там чудесный двор проглядывает Не знаю, будет он, виден, нет? Пойдем Идут сплошные ремонты Хрущев принимал десератора в Кремле Он выпил и стал многословным В частности, он сказал Недавно была свадьба в доме товарища Полянского Молодым подарили абстрактную картину Я такого искусства не понимаю Чудесный антураж Великолепный просто Затем он сказал Как уже говорилось В доме товарища Полянского Была недавно свадьба Все танцевали этот, как его Шейк По-моему, это ужас Наконец он сказал Как вы знаете, товарищ Полянский Недавно сына женил И на свадьбу явились как их там Барды Пели только совершенно невозможные Тут понялась Ольга Бергольц И громко сказала Никита Сергеевич Нам уже ясно, что эта свадьба Крупнейший источник познания жизни для вас А Ольга Бергольц, надо сказать, что Жила Здесь же, на Рубинштейна И ее дом я показывал В своей предыдущей экскурсии Где мы гуляли Достоевские От конца к началу Для чего мы выходим Сейчас обратно на Рубинштейна Для того, чтобы как раз таки Сказать пару слов Про самого Антона Рубинштейна Дело в том, что помимо того, что он был гениальный пианист И очень неплохой композитор Он до кучи Был основателем первой России в консерватории Когда я вам сейчас скажу Что он основатель консерватории Ну типа, ну и что Ну молодец Флаг ему в руки Но Нужно понимать, что в то время Не было профессии композитор Ну то есть ты можешь музыцировать у себя дома На кухне Ты можешь заниматься чем угодно Но ты не можешь заниматься этим профессиональным И получать за это деньги А Рубинштейн Вот там висит мемориальная доска Пойдем подойдем ближе С помощью великой княгини Елены Павловны Жены Михаила Павловича А на тот момент уже вдовы Которая жила в Михайловском дворце Там сейчас, где русский музей Вот видите Он добился того Что Было организовано первое профессиональное музыкальное заведение Где люди становились именно композиторами И это была большая заслуга И надо сказать, что ему в этом плане В палки, в колеса вставляли члены Так называемой могучей кучки Потому что они очень не любили Рубинштейна Называли его Тупинштейн Отпускали всякие Антисемитские шуточки Особенно Балакирев А Рубинштейн вместе со своей семьей Они приняли православие, по-моему, в 36-м году И поэтому Все законы о черте оседлости и прочее На них уже не распространялись То есть он как бы по законам Российской империи Становился русским И ему это, конечно, было неприятно Он писал, что я В Англии я немец В Германии я русский В России я еврей И он одним из первых Предпринял очень удачные гастроли По Соединенным Штатам Америки Причем спонсором его А, да, сюда, да, сюда Спонсором его была компания Стинвейт, которая производила Рояли И он заработал там 60 тысяч долларов Это была астрономическая сумма И это позволило ему вернуться И заниматься спокойно своими делами То есть как бы Америка его прокормила Потому что за год до этого туда приезжал Великий князь Алексей Александрович Охотиться на бизонов и все такое прочее И, соответственно, популярность была очень большая Всей русской темы И Робинштейн на этом деле очень хорошо заехал Ну и понятное дело, что он был такой Абсолютно западник Члены могучей кучки Топили за все русско-славянское И у них там были определенные терки Тем более в 50-х годах Робинштейн написал очень такую жесткую статью Русские композиторы в Вене Которая вызвала шквал негодования Посмотрите, какой замечательный угол Вот я вам показывал закутки счастья А это угол счастья Угол счастья И вот там дверь какая-то заваленная Всяким чудесным Элегантная пепельница Обратите внимание Повесим такой чудесный фонарь И он превращен в нечто И вот еще один угол Мне кажется, там должны быть Вот эти крайние комнаты Комнаты для наказанных детей Ты плохо себя ведешь Не кушал кашу? Вот иди туда Вставай к окну и смотри на стену Будешь в следующий раз знать Как себя вести Также Рубенштейн на самом деле Очень много тратил На благие дела То есть по некоторым сведениям До 300 тысяч рублей Это очень большие деньги Он потратил на Соответственно Это дело Вот смотрите Это уже Это старая советская Лифтовая шахта Вся пожухлая Битые стекла Их некоторые уже меняют И причем Обратите внимание Еще деревянные переплеты В окнах Вот Если там глянуть Вот Это деревяшки Ну конечно Когда их устанавливали Для жителей Высших этажей Это был огонь Чудесные стеклышко Чтобы всякие Говноблогеры Не заглядывали туда Ну и прочие Замечательные люди А это Ребята Здесь Явно Живут сионисты Это же Посмотрите Это же Семисвечные Минора One Two Three Four Five Six Seven Я к тому Что как иногда У людей Вот работает Мозг Ты то есть Что-нибудь скажешь Шикарно Он снимет У окошечка Вы заценили Вот эти Вот Эту банку Да Красную Которые раньше Были Во всех Советских Кухнях У меня У бабушки Такое Было Возвращаемся В этот шумный двор Но ненадолго Вот смотрите Еще Хочу показать вам Местный обогрев Изначально Вот здесь Вот Бел Здравствуйте Вы что-то хотели? Что вы снимаете? Мы? Да Мы снимаем Места Где Жидомасоны Ели рептилоидов По кайфу По кайфу? Да Ну вы аккуратнее Там могут и вас есть Поэтому Тут Мы как раз показываем Чтобы люди К сожалению Я еврей А не рептилоид А вы еврей А не рептилоид Так вы еще хуже Вы еще хуже Да нет, почему? Сказок хуже Да Да Немножко лучше Вот за это я люблю эту нацию Всегда найдется что ответить Как вас зовут? Степан Степан Такое чисто еврейское имя Меня Павел Очень приятно Я не еврей Правда Ну а ничего страшного Не каждому дано Я русский Но тем не менее Вот смотрите Какая тоже чудесная Атмосферка Прекрасное окно Топаз Все такое прочее Да То есть вот буквально В двух шагах От полстовского дома Вот такой трех Да, спасибо Степан Так же На самом деле Мы могли бы выйти вот здесь То есть если вы будете гулять самостоятельно То имейте ввиду В принципе, когда Ну тут не шумит вот это все Тут достаточно тихо и уютно Я веду вас вот в этот двор Для того, чтобы показать Отличная атмосфера А вот вам такая, например Да История Это тоже воздушная шахта Тут вам сейчас Возникнет фотография Старых времен На самом деле Сидит мальчик Что за мальчик Я не знаю Ну, наверное Ему было в жизни хорошо И Это очередной Вот реликт Военных действий А, слушай, вот Хотел показать Я не помню Может быть там, кстати Закончился ремонт Может быть мы и там Можем выйти Тут просто и здесь Можно выйти и там Но в том дворе Там был ремонт И там было как-то Не очень уютно Вот Замечательное произведение Искусства Хотел просто показать Нет, там ремонт все еще идет Поэтому мы лучше Здесь выйдем Пойдем А вот это Это А, хотел сказать Это трансфораторная будка Да, извините Ну, просто я имею в виду Что Шахты метрополитена Вот они примерно таких размеров Да То есть Когда я вожу экскурсии И говорю Что это Мне говорят Это может быть Вытяжка из метро Я говорю Нет Это немножко для других целей Вот уже замененная Лифтовая шахта Вот можете сравнить Да Советскую с новой Сейчас мы будем с вами выходить На улицу Ломоносова Полный комплект Семерка Восклицательный знак Ну что, успеем просочиться Здесь всегда пробень Жутчайшая Поэтому я на самом деле Предпочитаю, конечно Передвигаться на велосипеде И Вот Типичный пример Значит Вот Посмотрите на этот дом Который, кстати Построил замечательный Архитектор Хренов Ну, про него мы будем говорить Конечно, на площади Восстания Где есть Прям табличка С его надписью Он метил свои дома Некоторые Несмотря на что На такую неблагозвучную фамилию Архитект был чудесный А вот там вот Там Мемориальная доска Давайте перейдем Эти мемориальные доски Вот такого плана Мы будем с вами встречать Постоянно На них никто Не обращает внимания И я каждый раз Прошу заметить На дату 905-й год И на название Всероссийский Союз Учителей Деятелей по народному образованию Вот у меня тут Недавно был выпуск Почему мы бы не выжили Да, там Не знаю В 19-м веке Где я, конечно Сморозил там Масса всего Золотарей назвал Золотниками Вместо Сапог Скал сапогов Ну, бывает Я такой Знаете Парень Так вот До 17 октября 905-го года Были запрещены Все Собственно Общественные Формирования Вы могли там Строить какие-то Светские тусовки Играть в карты И прочее Но вот Какой-то Союз Учителей Организовать Или там Союз Работников Табачной Промышленности Нифига И только после этого Оно стало Наконец Возможным Они почковались И они Как бы Привносили Свой вклад Вот в эту Всю революционную Движуху Которая Ну, особо Проявилась В Москве, конечно В декабре 1905-го года В Питере Ее подавили Благодаря Он это прекрасно писал В книге Налезы с террористами Но это отдельная песня Значит, сейчас Мы с вами разворачиваемся И, во-первых Сейчас у вас тут Возникли две фотографии Одна Послевоенного Периода Где идут Такие дети С винтовками Наперевес Со знаменами А вторая Уже начала 80-х годов Где такие Неостиляги С пивком Здесь стоят И там видны Вот те Вот Ну Это не быки Конечно Башенки Моста Ломоносова Только два моста Таких сохранилось У нас Этот и Калинкин мост А вот этот вот дом Построен По проекту Замечательного Архитектора Гаврила Барановского Того же самого Который построил Елисеевский магазин И он уникален тем Что там внутри Есть лифт И раньше была Четкая зональность Зонирование Вот видите Как я иногда Зональность О господи Зонирование Конечно То есть Главная часть Где жили богатые люди И вот Задворки И вот там был лифт Который Могли пользоваться И те И другие Он был по центру Расположен И вся вот Планировка этого дома Она для того момента Была уникальна Мы с вами подходим Вот к этому зданию Которое Вот вы посмотрите Как оно выглядит С этой стороны Потому что Мы с вами выйдем На фонтанку И увидим его фасад И здесь кстати Стоит бюст Александра Второго У меня про Александра Второго Есть масса всего И про охоту на него Может быть Кстати Сниму У меня есть такая Классическая искусство Называется Убить царя Она начинается От Малой Садовой И заканчивается Естественно Успасанной крови На Малой Садовой Был подкоп Сделанный народовольцами Но здесь Этот бюст Ему установлен Как одному из Ну как одному Основателю Государственного банка Государственного коммерческого банка Это было Одно из преобразований Вот этих так называемых Великих реформ Вместе с земской реформой С судебной реформой Военной реформой И всего остального И вот я тут Пока не могу анонсировать Это все Потому что еще Черт его знает Может ничего не получится Но в общем короче Есть один проект И мы вот С одним человеком Из Москвы Рассуждали о том Что Александр Второй Это на самом деле До сих пор Самая недооцененная И главная Самая неизвестная Персона Ну то есть Как бы Мы реально О нем ничего не знаем То есть Даже Николай Первый Как-то нашел Своё отражение В культуре Александр Третий Ну во многом Благодаря там Михалкову Того же Ну про Николая Второго Я вообще молчу Ну Павел Первый Александр Первый Понятно А вот Александр Второй Царь-Освободитель Да Именно его могилы Его и его супруги Как бы Выделены специально Надгробия В Петропавловском соборе Все остальные надгробия Одинаковые Только у него Они отличаются Как царь-Освободитель Вот он почему-то Вот Неинтересен Как бы Ни деятелям Там Кинематографа Ни тем Кто снимает сериалы Ни всем остальным Мы не будем сейчас Переходить этот мост Мы просто сюда вышли Для того чтобы Вот показать Вот этот вот фасад Видите Он был полностью восстановлен И мне кажется Это одна из немногих Удачных Попыток Сделать внутри Функциональное здание На современный лад Но при этом Сохранить Вот Внешний облак Облик И здесь же Сейчас будет фотография Женщины Убирающие мост Наблюдают За воздушным боем В Над Ленинградом В небе Над Ленинградом Это я все Вот так потихонечку Помаленечку Подвожу вас К Теме Ленинград не сдается Вот там кстати дом Это доходный дом Тоже Елисеевых Это тоже По проекту Барановского Пальцем показывать нельзя Только мне можно Да потому что я Невоспитанная быдла Мы идем с вами здесь Значит вот Про ту сторону Я активно Рассказывал Во время нашей Экскурсии По опрашке Мы гуляли по той стороне То есть в принципе Мы уже начинаем Так потихонечку Это моя мечта Охватывать Петербург Да Какими-то там кварталами Для того Чтобы люди могли Самостоятельно гулять Потом По этим маршрутам И для себя Тоже что-то новое Открывать Лена Сдат Здание Министерства Внутренних дел Где кстати Оказывается Жил писатель Мельников Печорский Я просто сейчас Там делаю проект Для Нижнего Новгорода Я этим занимаюсь Там есть бюст Михаила Ломоносова Про Ломоносова Мы отдельно Опять-таки Будем говорить На набережной Реки Мойки Большоморской Они там как бы Сливаются Где он жил А я Хочу вам Сейчас Показать Тоже Пару иллюстраций Ну во-первых Вот здесь можно остановиться Вы увидите Этот мост Там еще Едет такой Классический Советский Он конечно Не советского производства Экарус Автобус Который мы все Прекрасно помним Да А если мы Перенемся в эту сторону То здесь возникнет Другая фотография Мужик Стоит По колено Да В чем-то Это Последствия наводнения И этот мужик Стоит на самом деле В шашках Деревянных шашках Которыми Мастили Тогда Главные улицы И набережные Они были дорогие Достаточно В производстве Поэтому Естественно В задворках Там Города Петербурга Их не существовало А здесь Пожалуйста Ими мастили И вот как наводнения Так они сразу Шух И поплыли Ну не все Но тем не менее А наводнения Случались довольно часто Просто Катастрофических Наводнений было Три 1777 1777 1824 И 1924 Года А вот такие мелкие Наводнения Ну так вот Знаете По щиколотку Вот они постоянно Происходили Но Проблема в том Что Для дорожного покрытия Это была все равно Катастрофа Ну вот Про это здание Архитектора Фон Гогена Я уже рассказывал Хочу вам напомнить Что он здесь Очень круто прикололся Мы сейчас встанем в створе Потому что надо будет Перейти туда То есть Если мы посмотрим сюда Мы увидим Что здесь На первом этаже Большие окна На втором маленькие Если мы переведем взгляд Вот на эту сторону Мы увидим Что здесь все наоборот Таким образом Он как бы Привнес Некую живость Архитектурной композиции В музыке Это называется Синкопа Да То есть Вот он так Просинкопировал Да Архитектурно Дам лайфхак На самом деле В принципе Если вам надо Припарковаться В городе Петербурге То Ну Не всегда Но вот здесь Как правило Я нахожу место Для парковки Я имею в виду Если вы на фонтанке По фонтанке едете Мы с вами Мы с вами сейчас Будем выходить На улицу Джамбула И я хочу сказать Что Она связана С несколькими Естественно Темами Изначально Это был Лештуков переулок Он был назван Так По имени Господина Листока Придворного Лекаря Елизаветы Петровны Ну Народ Переделывал Лештуков Потом Он был назван В честь Джамбула И там Собственно У памятника Джамбула Мы и Закончим Наше Повествование Но Улица Это была Известна Еще тем Что там Было Рождено Название Народная воля И вот К вопросу О немецких Фамилиях Фамилию Зеге фон Лауренберг Я Учил Очень долго Кстати Я даже не уверен Что сейчас Я ее правильно Произнес То есть Это человек Владимир То что Владимир Звали Это точно Знаю Это был Один из Народовольцев Который Прославился Тем Смотрите Какая прелесть Это Фрекен Фрекен Бок Это Чтобы Выбивать Пыль Понимаете Ну и Может быть Для каких-то Садомазаутех Шикарная Вещь Но Не Пригодилось Чистый Брандмауэр С Очередной Трансформаторной Будкой Вот Эта Кстати Дверь Иногда Открыта И Сейчас Она Тоже Открыта Но Я хочу Сказать Что Здесь Конкретно В этом Подъезде Ничего Такого Особо Интересного Нет Кроме Разве Что Очередного Трышака Ну вот Срезанные Трубы Труб Прямо Труб Труб Это Зато Я вам Сейчас Покажу Эта Коммуналка Da вот эта коммунальная квартира. И почему она коммунальная, мы сейчас поймем. Вот идут окна. И посмотрите, они все разные на самом деле. Но что характерно, что здесь есть родные шпингалеты. Вот там вот они видны. Конечно, по уму надо это все дело восстановить, отреставрировать, но на это нужны деньги, которых, судя по всему, там нет и, наверное, в ближайшее время и не будет. Выкупать эту квартиру вряд ли кто-нибудь будет, потому что первый этаж и как-то все так вот, соу-соу. Это у нас орудие пролетариата. Да, здесь бы я хотел бы вот о чем поговорить, поднять такую тему, с которой я тут недавно неожиданно столкнулся. Я сейчас очень много и часто шарюсь по всяким дворам, исключительно с краеведческой точки зрения, исключительно с точки зрения познания родного города. Я не захожу туда, не чтобы делать закладки, не чтобы поссать, не чтобы все остальное. Я могу понять жителей, которые достало все, но вот, например, историю, я ее уже один раз рассказывал, которая случилась один раз с нашей группой здесь. Мы зашли, и там вот как раз Джамбула 13, где была конспиративная квартира Народной Воли, я помещу ссылку на ролик, у меня просто есть отдельный ролик, где очень подробно об этом расписано, чтобы не повторять это все два раза. И кто-то выходит, и мы-то заходим. А я экскурсии провожу со специальным устройством. У меня у экскурсантов приемники маленькие такие, а у меня передатчик. И поэтому это очень комфортно всем. Это не вот этот матюгальник, знаете, гиды такие уходят и такими средними частотами вещают на всю командную. Я говорю, нет. И я им стою, рассказываю, и подходит какая-то женщина, и говорит, знаете, нет, вот надо вам выйти отсюда. Я говорю, а что такое? Ну вот, как бы... Я говорю, а вы знаете, как бы вообще, почему вы сюда зашли? Ну здесь, в чем замес? Она говорит, ну, нет, не знаю. Вот. И только, извините, не 13, а 15. Просто смещалась нумерация. И он во времена народной воли был 13, а потом стал 15 дом. И... Ну, мы вышли. У меня экскурсанты очень долго возмущались. Ну, типа, ну а что, мы ей помешали? Дело в том, что я сам живу в доме 40-х процентов. Вот я сегодня выходил два раза, потому что я забыл звук, да, и я каждый раз вхожу, там стоят какие-то экскурсанты. Я некоторым даже квартиру показываю, говорю, а хотите увидеть квартиру с турик-процентчицей? Вот этот дом. Здесь не висит никакой меморрельной доски, посвященной народной воле, естественно. И я думаю, что мы вообще, наверное, первая и последняя группа, которая туда зашли с этой целью. Вряд ли даже те, кто здесь живут, об этом знают. Я, как бы, ну, терпимо к этому отношусь. А меня уже несколько раз просто, ну, не пускали куда-то. Причем... Один раз вышла девушка, вот, на Большой Морской. Я хотел зайти, говорит, молодой человек, а вы куда? Я говорю, ну, вот, хочу посмотреть двор. Он говорит, а это частная территория. А там двор огромный. Я говорю, и что? Ну, как бы, я же ничего плохого не хочу вам сделать. Нет, 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 пожалуйста, покиньте территорию. Ну, я сейчас на уехал. И вот, как бы, это как бы палкаду в концах, понимаете? То есть, когда ты... Ну, или вот недавно у нас была дивная история. Мы заходили в дворы за Невским проспектом. Там есть такие проходные дворы между канала Грибоедова и Думской. И там Бабкадна. Она в какой-то момент досталась исток и стала свистеть. Вот. А потом, когда мы выходили, она сказала, что я с вами не буду общаться. Я буду общаться только с женщинами. Общалась с женщинами. Так вот мы познали сексизм, шовинизм и все остальное прочее. Ну, вот, как бы, вот такая вот история. Мы с вами пришли к месту. У меня один раз была экскурсия для казахов. Частная. Мне заказали. Три дня я их возил. Какие-то там шишки железнодорожные. И вот я их сюда привелся. И они там чуть ли не на колени упали. Значит, Джамбул. Здесь снимался высокобюджетный клип «Москва. Почем звонят твои колокола» Сергея Шнурова. Который сейчас начал делать карьеру какую-то странную, если честно. Ну, это личное дело каждого человека. Но, тем не менее. И я вам хочу прочитать одно стихотворение. Нас солнечный Сталин повел за собою, И Родина стала страной героев, Каких не рождалось в замученных странах При белом царе, при султанах и ханах. Имеется ввиду поганый царизм. «Я славлю Батыра Ежова, Который разрыв уничтожил змеиные норы, Кто встал недобитым врагам, Угрожая на страхе страны и урожая». Батыр Ежов – это, естественно, глава НКВД, Который сместил этого господи Егоду. «Будь орденом Ленина вечно украшен, Наш зоркий хранитель в заводах и пашен, И пусть моя песня разносит по миру Всеславную славу родному Батыру». То есть это такой панигири к Ежову. Прошло буквально несколько лет, И объяснено, что Ежов как-то не наш парень. Был расстрелян. Ну, собственно, как и Егода, Собственно, как и все чистки НКВД, Которые происходили в 30-х годах. Не хочу этой темы касаться. Она грустная, И на нее неоднозначно Некоторая часть публики реагирует. Но! Дело в том, что про вот этого человека Есть такая тема, что, возможно, Он и не писал этих стихов. Возможно, при нем, Точнее, это невозможно совершенно точно, При нем был штат переводчиков, Которые за него это делали. Потому что он был такой, Одна палка, два струна. И после становления Советского Союза Было крайне важно наладить, конечно, Культурные связи между вновь присоединенными народами. Вот эту вот федерацию нашу Как-то оформить на всех уровнях. И поэтому очень практиковалось Выявление местных национальных поэтов И вот постановка их на пьедестал. И вот Джамбул стал вот таким поэтом. Я не буду этого утверждать, на самом деле, Сто процентов. Потому что я это читал как версию. Но она очень похожа на правду. Потому что, ну, вот Батыр Ежов, да, Там гимны Метрополитену. То есть надо понимать, В каком состоянии тогда была Территория современной Казахстана, Чтобы... Как он вообще мог такие строчки писать? Никого не хочу обидеть. Не хочу никакие говна вызвать. Это просто вот одна из версий. Это то, что наш покойный, Нынче, к сожалению, Замечательный критик и поэт Виктор Топоров, Критик в основном, извините, конечно же, Писал перевод с Кабардино-Балканского На сберкнижку. Вот так он это все дело называл. Тем не менее, памятник поставлен, Потому что у него есть Замечательные строки Ленинградцы и Дети Мои, Написанные вот как раз о блокаде. И поскольку переулок носит твое имя, Здесь, собственно, и был поставлен этот памятник. Вот, друзья мои, вот такая у нас сегодня Экликтичная была экскурсия. Экскурсия, да, слеплена из нескольких кусков. И я и в таком виде, и в сяком виде, да, И скоро я вообще буду лысый, тем не менее. Значит, у меня есть, что вам сказать. Во-первых, экскурсии продолжаются в Петербурге. Они, как правило, проходят Среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Среда, четверг в восемь часов, Суббота, воскресенье в шесть часов. Вечера, имею в виду. Анонсы все есть как у меня в группе ВКонтакте, Так и на сайте, так и иногда в Инстаграме я вывешиваю. Социальную сеть Facebook я практически игнорирую, Потому что она очень странная, на мой взгляд. Ссылки есть вот там. Также у меня уже все вот сейчас. Даже сигнальные какие-то версии доставили. Из-за типографии выходит путеводитель Невский с перцем. Ссылку на покупку я расположу там. Там, собственно, сайт мой. И там это все дело есть. Ссылку на вот замечательную девушку Машу, Которая пела песню, там появится. Ссылку на Леху, который делает совершенно потрясающую съемку. Там тоже, значит, будет. Хотя он сейчас столько снимает. А сейчас вы ему поназаказываете всего, И он вообще перестанет меня снимать. На самом деле я всегда рад, как бы, людям помогать. Всяким разным. Стартует экскурсия в Москве. 1 и 2 августа. На первое на 14.00 мест уже нет. На второе осталось буквально чуть-чуть. Но будет еще 1 августа в 18.00. И 2 августа в 17.30. На первое мы будем говорить про все, что связано с Лубянкой и окрестностями. На второе мы пройдемся по главной улице страны Петровки из России в СССР. Анонсы есть как у меня в группе ВКонтакте, так и на сайте. На этом все. Оставляйте комментарии, пишите ваши вопросы, высказывайте ваши пожелания и все такое прочее. С вами был гид Павел Перец. Увидимся на просторах интернета и в прекрасных столицах.